Привет, мои любимые и дорогие зрители! В этом видеоролике никогда не думал, что я доживусь, что буду записывать такие видеоролики. Поговорим с вами, как бороться с действительно неправильными, незаконными действиями сотрудников центра комплектования. То есть попросту, как было в недавнем случае, буквально у нас в городе Одессе, когда сотрудники центра комплектования похищают вас с улицы. Уже такие случаи есть, как мы видим. Видимо, они достаточно часто, я видел и на Западной Украине, и у нас в Одессе тоже такое, к сожалению, происходит. Берут, много людей нападают, скручивают. Видео, честно, было у меня в Телеграме, и много других там видео на эту тему тоже есть. Ссылочка будет в описании, перейдите и подпишитесь, кто еще не подписался. Скрутили, завезли, восьмером, в пятером там напали и затащили. Это, конечно, является грубым нарушением, в первую очередь, Уголовного кодекса Украины, потому что это чистой воды похищения человека. Они не имеют полного права, сотрудники центра комплектования, не то, чтобы кого-то похищать, а даже пальцем кого-то на самом деле тронуть без каких-либо оснований. А такие основания, они не могут, в принципе, быть в природе, потому что единственный вариант, наверное, когда они от кого-то будут защищаться. Ну, если такие есть, конечно, случаи, где беззащитные люди нападают на сотрудников центра комплектования, то тоже обязательно напишите мне в чате, в Телеграм-канале, чтобы я знал о таких случаях. Ну, на самом деле, это такая улыбка, что ли, сквозь слезы, по-другому не могу это сказать. И в любом случае, коротко скажу мое мнение по таким сотрудникам, всегда во все времена были такие люди, всегда были, помнят у нас все люди, говорится, не жили, но знают, слышали про 30-е годы, были те люди, которые, допустим, исполняли преступные, я считаю, решения той власти, которая была советская, расстреливать людей. Всегда они были. Так и эти, я уверен, завтра им скажут, возьмите автоматы, идите там кого-то постреляйте, то, наверное, они то же самое и сделают. Я даже, честно сказать, в этом и не сомневаюсь, потому что я бы, если бы я там работал, никогда бы не стал так нарушать закон, даже если бы мне устно сказал какой-то там очень пузатый и значимый начальник. Какой совет я здесь могу дать, как юрист, в первую очередь, если такое случилось, что вас действительно похитили сотрудники центра комплектования, если уже так получилось, что вас похитили и привезли в центр комплектования, самое главное, что я хочу посоветовать, в первую очередь, это, естественно, ничего там не подписывать и ни на что не соглашаться, потому что я с точки зрения не юриста, с точки зрения психолога хочу сказать, что вы находитесь в таком состоянии эмоциональном, потому что, я думаю, не каждый день вас похищают с улицы, и что вы там можете написывать, наподписывать, написать, все что угодно, так что запомните, самое главное, ничего не писать, ничего не подписывать и ничего, ни на что не соглашаться и вообще поменьше с ними вступать в какие-то диалоги. Во-вторых, если будет, конечно, возможность, обязательно надо постараться об этом сообщить в полицию и сообщить своим родственникам, если есть такая тоже возможность, то есть им позвонить и сказать, что вас задержали, вас лишили свободы попросту, сотрудники этого центра комплектования сообщить адрес, если вы будете знать, куда вас доставят они, и, соответственно, обязательно надо будет сообщать об этом в полицию и в другие какие-то правоохранительные органы, которые будет возможность звонить. И звоните постоянно, говорите, что меня удерживают против моей воли, ко мне применили физическую силу, потому что это так и есть, если вас, как в том видеоролике, действительно скрутили и оттащили, и стараться, чтобы приехала полиция. Также, чтобы ваши родственники без конца звонили тоже в полицию и сообщали, рассказывали о этой ситуации, вызывали туда полицию. И вызывали не просто полицию, а следственно-оперативную группу. То есть, понятно, что полиция приедет, она ничем вам помогать не будет, но в тот же момент вы сможете привлечь уже какое-то к этому внимание, полиция должна будет как-то на это реагировать. И, соответственно, если приедет все-таки следователь, надо постараться на тех сотрудников, если будет возможность их опознать, они там не будут в балаклавах, не будут спрятать свои лица, написать, что такие-то, такие-то, если будет возможность знать, как их зовут, вот если не будет, то хотя бы какие-то, такие-то, туда-то похитили, украли меня и завезли. Я думаю, в любом случае, если вы будете придерживаться этим двум правил, то есть вы будете звонить в полицию и ни на что не соглашаться, и ничего не будете подписывать, то есть большая вероятность, что вы оттуда выйдете. Потому что с таким человеком, который не будет сам на себя что-то писать, подписывать, поработать, честно сказать, я думаю, им не получится, и вас, скорее всего, отпустят. И самое главное, что я посоветую, если будет какой-то видеоролик, если будет какая-то возможность это записать, обязательно запишите это на телефон, передайте родственникам, чтобы это передать даже мне, пускай в чат, в телеграм-канал, в другие телеграм-каналы, чтобы этому была какая-то огласка, чтобы этому было какое-то внимание общественности, и, соответственно, в любом случае, даже беспредельщики, даже вот эти сотрудники центра комплектования будут нести за это ответственность, потому что, хочу повторить, никакое военное время не дает права никого похищать с улицы, куда-то затягивать, что-то там делать и применять к беззащитным людям, к одному еще, к тому же, это даже не по-мужски, я бы сказал, в первую очередь, восьмером какую-то физическую силу загимая его, закручивая руки, как будто это какой-то преступник, рецидивист и злочинец. И вот комментарий центра комплектования. «Щодо ситуации в банном управлении Одессе, зазначимо, что в рамках загальной мобилизации до одного громадянина звернулись такие представники центра щодо виконания немобилизационных обязательств. Громадян взялся безпредставно ображать и приниживать військовых на цензурную лайку, а також снимать их на відео. На спокойное прохание и предупределение про непропустимость таких действий громадян не згодився. Это работники центра повели себя эмоционально и застосовали сили. Доставили их в курение и клиенту до служебного примечения для засуывания обставин. Там пролилятятятил тонко и в конце написано «Все будет Украина». Я, конечно, неöruego, что все будет Украина после таких постов. И в дальнейшем они еще один пост видали. В поводу того, что військовые повели себя некорректно, призначена службовая проверка. Винние будут притягнены до дисциплинарной ответственности. За соблевым складом в счете проводения работы с оповещением населения проводится додатково разъяснение захода в счете порядка работы и дотримования норм этакий и законодавства. То есть по логике выходит так, что если даже этот человек их снимал на телефон и как-то он там нецензурно выражался, хотя там нет никаких доказательств, кроме того, что написано в этом посте, то соответственно сотрудники центра комплектования имеют право применять силы. Ну вот такая вот логика плюс-минус в этих всех постах. Ну там будут разбираться и проводить какое-то расследование. Этот видеоролик тоже меня возмутил до глубины души, каким образом сотрудники центра комплектования отжали скорую помощь у медиков. У нас люди нуждаются в первой помощи, людям плохо, скорая не может доехать, они берут, отжимают скорую помощь себе для того, чтобы ездить и в ней перевозить людей. Наверное, чтобы быстрее везти их центра комплектования, чтобы быстрее сотрудников центра комплектования развести по улицам, чтобы они могли ходить и вручать повестки. Это, конечно, вообще выпиющее, я считаю, нарушение законодательства, какое неправо имеют ездить на автомобиле скорой помощи со спецсигналами. Это в стране, где просто у нас не работают никакие правоохранительные органы, в нормальной стране уже давно бы их начальников в первую очередь привлекли бы за это к ответственности. Потому что он, я считаю, не имеет никакого права выдавать такие автомобили сотрудникам центра комплектования, либо их отжимать у скорой помощи для того, чтобы ездить по каким-то своим делам. Пусть на своем личном транспорте или на общественном ездят. Первая проверка подтвердила, что цей автомобиль, ця автівка не є каретою швидкої медичної допомоги на данный час. Цей автомобиль був мобилізований для потреб центру комплектования. В ньому знято медичное обладнание, він переоблаштований під микроавтобус для перевезения особого склада. И, соответственно, не є сегодня безусловно каретою швидкої медичної допомоги. То есть официальное лицо Министерства обороны говорит о том, что данную машину забрали действительно у медицины, забрали у докторов для того, чтобы перевозить сотрудников центра комплектования. У меня, конечно, нет слов. Неужели нет какого-то другого способа, какого-то другого транспорта, чтобы они могли кататься? Или есть подозрения, что опять из нас делают идиотов? Вот такой вот видеоролик, друзья, получился. Конечно, у меня, если сказать нет слов, то у меня нет слов, действительно. Я, насколько всегда, был за Украину. Я всегда за Украину. Я всегда считал, что Украина должна жить самостоятельно, без России, без всех. Мы должны быть сами, что Украина – это все. И такое смотришь, ну реально руки опускаются, вот этот беспредел полный. Что-то происходит, как это можно такое вытворять, я просто не понимаю. Я не видел, честно, на России, чтобы такое вытворяли, чтобы людей там в десятером крутили и в военкомат отправляли. Сразу уже дошли, я уже об этом в Телеграме писал, до уровня ЛНР, ДНР, где что-то подобное, где мужчины и на улицу не могут выйти. Те, кто еще пооставались, потому что боятся, что их скрутят. У нас тоже хотят в Украине до этого, что ли, довести? Я, честно, не понимаю. У нас правовое государство, если человек действительно, я считаю, как-то от мобилизации откосить решил, как-то там уходит от повесток, не хочет, чтобы его призывали, действуйте правовыми методами. Действуйте, составляйте на них какие-то штрафы административные, открывайте уголовные производства. Это касательно правоохранительных органов, если есть действительно состав такого правонарушения. Действуйте, действуйте в правовом поле. А то так получается, действуют по праву сильному. Им кто-то что-то сказал, их там снимают, не дай бог, на телефон, увидят. Агенты 007, их лица, лица, это же вообще, ну куда? Увидят кто-то их там по какому-то Ютубу. Так ведите себя достойно, чтобы не было вот этого лица свои прятать, не приходилось. Еще раз повторюсь слов, просто реально у меня нет просмотренных видеороликов. Это просто жесть, просто ну, просто не знаю честно, что сказать. В такие моменты я начинаю понимать тех людей, которые мне в комментариях пишут, что я отсюда уехал и не собираюсь никогда в Украину возвращаться. У меня, кстати, есть моя мысль, как на самом деле эту ситуацию решить с этим резервом, с тем, что там не хватает людей. Обязательно запишу на эту тему отдельный видеоролик, расскажу мои мысли. Я уверен, что мои мысли уж на 99% совпадут с вашими, дорогие друзья. Так что подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Будем обсуждать весь этот трэш, который у нас происходит. Субтитры сделал DimaTorzok